Бойфренд является главным персонажем Фрады Найтфанкин. Именно вокруг него и вертится вся история, и даже моды не могут обойдить без Бойфренда. Почти каждый раз именно Бойфренд вляпывается во всякие истории. Именно ему приходится бороться против всяческих монстров, демонов, чтобы защитить свою прекрасную Гёрфренд, ну заодно и себя. Всем негодующим доброго времени и здравия, с тобой снова Павел Князич. И, как ты уже понял, сегодня речь пойдёт о Голубом Пацане. Чего уж там скрывать, Голубой Пацан тащит всю историю. Именно Голубой Пацан, Бойфренд, является любимчиком чуть ли не всей фан-базы Фрады Найтфанкин. Ночная Пятница просто без него не может. Ну, наверное, потому что он является главным героем. И без него реально никак. Славный малый, нечего сказать. Но на просторах вселенной Ночной Пятницы появилось уже множество историй и миров. И у каждой есть свой Бойфренд. Хоть Бойфренд и остаётся Бойфрендом, но всё-таки Бойфренды разные. И давай пока на время забудем про классического Голубого Пацана и узнаем, кто твой любимчик. И, разумеется, среди Бойфрендов. А ты думаешь, у нас тут шоу, выборы? Будешь выбирать своего любимого персонажа? Нет, будешь выбирать из тех, кого предложим. Ты не голосуешь. Ну ладно, можешь под этим видео в комментариях написать, кто твой любимый персонаж. Но заодно и кто твой любимый Бойфренд. Напиши. А если ты девка, я этого комментария парня-то солью. Ладно, я пошутил. А может быть и нет. Но в любом случае, мы сейчас будем говорить о парне, о Бойфренде. И я выберу тех, кто, на мой взгляд, достоин звания лучшего Бойфренда. Поехали. Бенджамин. А почему его зовут Бенджамин? Неужели это настоящее имя Бойфренда? Ведь его зовут вроде как Кейт. Как во многих модах. Нет, во-первых, его имя не Кейт. Это всего лишь выдумки фанатов. А во-вторых, да. Этого Бойфренда зовут Бенджамин. Бенджамин Фейерист. То есть БФ, он тоже Бойфренд. БФ, Бенджамин Фейерист. Главный герой Фрайды Найт Фанкин Софт. И первая отличительная черта, это не внешность. Хотя и она тоже. Но Бенджамин здесь, в отличие от оригинального Бойфренда, да и в принципе от большинства Бойфрендов, не певец. Он художник. Он хочет быть художником, вопреки желанию общества и родителей в частности. Он сбежал с Пико от своих родителей, и теперь они вместе ищут карьеры, чтобы доказать всем, и в первую очередь себе, что они чего-то стоят. Да, ты не ослышался. Он сбежал с Пико. Пико и Бойфренд здесь вроде как пара. Да, конечно, сюжет очень интересный, со своей историей. Очень трогательная драма, со смыслом. Когда молодой человек идёт против всего общества, а оно на него давит. И всё-таки решили добавить и так голубому парню ещё немного голубенького. И причём рыжему тоже. Ну да ладно. Цвет волос Бойфрендокста здесь неестественный. Сам он является блондином, он просто покрасился. Вот это поворот. И в отличие от своего оригинала, Бенджамин, или же Бойфренд, здесь является не таким уж и дерзким. Точнее, вовсе не дерзким. Он очень меланхоличный. То есть он постоянно грустный. Так на нём сказалось воспитание родителей. Иногда перед ним возникают жёсткие глюканы. Вроде того демона, похожего на его батю. И ты, наверное, спросишь, если Бойфренд с Пика, то где же Гёфренд? Гёфренд здесь тоже есть. И она тоже любит Бойфренда. Но Бойфренд любит Пика. Драма тут, конечно, похлеще каноничной истории. В этом кста и её плюс. Но только есть заглазочка в том, что Бойфренд вроде как хочет стать художником, а на протяжении всего мода он только и делает, что поёт. И причём побеждает профессионалов. Во сне он даже встречает оригинального Бойфренда и оригинальную Гёфренд. И он признаёт, что Бойфренд намного лучше, чем он. Потому что Бойфренд умеет зарабатывать на своём ремесле. А Бенджамин, хотевшись стать художником, пока ничего не добился. И из-за этого он сам себя ругает. Потому что родителей и окружение пыталось убить в нём художника. И возрастить певца. Чего он, собственно, не хотел, но воспитание сделало своё. Что ж, пожелаем удачи этому юному художнику, ну а мы идём дальше. Бойфренд Манджин. Я так думаю, что это одна из самых безумных версий персонажа. Другую такую хрень ты больше нигде не увидишь. А кто такой Бойфренд Манджин? Я, если честно, сомневаюсь, что это вообще отдельный персонаж. Манджин это вообще Соник. Жуткая пасхалка в Соник Сиди. Но потом он стал не просто пасхалкой, а уже отдельным персонажем, который охраняет разум Соника. Во Фрайд Найт Фанке мы тоже с ним встречаемся. Как раз таки в моде про Соника Эксе. Брррр, жуть. Но зато музяка забавная, под которую можно потусить. Если ваша вечеринка не похожа на это, можете меня не звать. Ну и улыбчевая рожа Бойферна, которая позже перенестится и на других улыбчевых персонажей, появляется в том случае, если мы проиграем. Не смешно. И сейчас с этой рожей продолжают выходить моды. Все новые и новые моды. Все с этой же музыкой. Думаешь, это смешно? Да ни хрена подобного. Это страшно, это жутко, крипово. Хотя, согласен, в какой-то степени это ритмично. Но я до сих пор не понимаю, как можно под эту музыку так двигаться и так улыбаться. И судя по тому, что не прекращаются делаться подобные моды, Бойферна Маджин многим понравился. Он не злодей. Он не добряк. Непонятно даже, он вообще существует или нет? Это какая-то новая болезнь по типу коррупции или что? Кто в чей раз он проник? Соник в наш или мы в Соника? Бойферна Нео. И блин, здесь его голубым пацаном уже не назовешь, потому что он зеленый. Ого. Если даже Бойферна Маджина можно как-то назвать голубым пацаном, то этого, ну, никак не назовешь голубым. Нео Бойферн выглядит как обычный Бойферн с некоторыми отличиями. Он носит пурпурную шляпку с новомодными наушничками. Ну и разумеется, его крутая толстовка, перчатки без пальчиков. Ну, просто этот Бойферн крут во всем. И при этом он не такой уж и дерзкий, как, в принципе, предполагалось. Хотя, раз уж он решил пойти против бати Геофренд, чтобы доказать свое право выступать на сцене, он достаточно дерзок. Фрайд Найт Фанкин Нео это мод, который полностью пересматривает всю историю. Здесь на него вообще охотится целая команда из Пико, Танкмена, Цезарь из Фрайд Найт Фанкин Певер. Ну и среди них что-то делает Виталя. Виталя, как ты мог? И возглавляет эту всю капсдобратью, конечно же, Лимон. Ой, что с тобой? Когда тебя успело так располовинить? Ты шо на нях Бузову слушал? Ну, ты, наверное, знаешь, что это лишь третья версия Фрайд Найт Фанкин Нео. В ней, конечно же, Бифренд выглядит так же круто, но не так круто, как в третьей версии. О, да. Особенно эти наушнички, вон, просто вах как идут. Если говорить коротко о сюжете, то Бойвернд просто хочет отвоевать право у отца Гелвернд на то, чтобы он мог выступать. При этом на него отдельно еще охотится какая-то команда местных разыскиваемых бандитов, которых мы уже знаем. К сожалению, пока полный сюжет не ясен, непонятно, почему же эта команда охотится за ним. Что среди них делает Витя? И какого хрена Лимон называет Бойверда своим сыном? Нет, ну мы это уже проходили. Я. Последняя буква. В общем, одна драма охренительнее другой. Но мне нравится. Отходим от стандартных баттлов и скрываемся уже от преступников. И при этом пытаемся стать звездою, да. В этом, конечно же, Бойвернд Нео уникален. Злой Бойвернд. Согласись, что зло всегда выглядит круто. Я не раз замечаю, что когда положительный персонаж становится злым, он производит гораздо лучшее впечатление, чем даже главный злодей. Ну или когда герои-злодей меняются местами. Или сливаются в одно целое. Биппер с Гравити Фолз, Человек-паук в чёрном. И вот у нас теперь есть Бойвернд и его тёмная демоническая сущность. Возможно, он является таким же персом, как и в Бойвернд Маджин. Но только он идёт как отдельный уже персонаж. Не взятый из какой-либо игры или же мода. Есть у нас чёрный Бойвернд. Или же даже демон Бойвернд. Но история за ним никакой не стоит. Может, это Бойверн поглотило зло, а может, это отдельный персонаж. В одном из модов он выступал как отдельный. Или противник главного героя. Но оглянись! Эй, где мы? Неужели в разуме Бойверна? Выходит, он устроил батл внутри головы со своей злой стороной? Ох, недооценили живый тёмного Бойвернда. Всё приходится додумывать игрокам и фанбазе. Как бы так кучу теорий не навратили. Но как ни крути, он есть. Демон Бойвернд, который... ...стал злодеем! Я вообще долго думал, кого же ещё вставить сюда. Может быть, русского Бойвернда? Или же мультяшного? Но как бы прикольно не выглядел русский Бойфренд, а этого я вообще не возьму, он страшный. Всё-таки, очевидно, сказать пару слов о Бойфренде Дисайдс. Я бы даже его назвал Бойфрендом на максималках. Он уже всем своим видом внушает, какой же он крутой чувачелло. И, блин, его тоже не назовёшь голубым пацаном, потому что он фиолетовый. За него можно поиграть в моде Фрайд Найт Панкин Дисайдс. В справедливости ради здесь стоит сказать, что все здесь выглядят круто. А Демона Лимона здесь вообще заменили на вишню. И получился он даже страшнее своего собрата. Но фиолетовый Бойфренд это что-то. Кстати, он сам пытался перекраситься в более тёмный цвет, но немного переборщил с краской, и теперь у него тёмно-фиолетовое пятно. Оно самое. И что ещё первое оправдается в глаза вместе с волосами? Это его острые зубы. Именно ими он перехрустывает свои любимые картофельные чипсы с укропом. Да, он любит чипсы с укропом, но при этом ненавидит маринованные огурцы. Вот такой малоизвестный и совсем неважный, но прикольный факт. Как ты также больше узнаёшь о предпочтениях персонажа? С краской для волос он хоть и переборщил, но за зубами он следит тщательно. Ла-ка-лут. Ну и кто твой любимый бойфренд? Напиши об этом в комментариях, даже если я его не назвал в видео. Обязательно прочитаю и лайкну. Ну и не забывай подписываться на мой канал, чтобы знать больше всех, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись этим видео со своими друзьями и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok